Ну там, конечно, крестили. Раньше ведь некрещеных-то не было. А крестили они то ли в церкви, то ли дома, ну, пацан, я не помню, как так он был, я не помню. Да, на Галкино. Я родился. На Галкино родились? Да. Там же где сейчас живете? И сейчас только там на этом месте школа стоит, а на другой стороне дом построили, в котором пересилили их, ну, через дорогу, можно сказать. То Галкино только через дорогу. А там на том месте первая школа, она раньше на Октябрьской была, а там использовали её для других целей, а её сделали это, первая школа. Где дом, где дом мой стоял. А работать-то когда? На штампы пошли сначала работать или нет? Нет, сначала вот я с отцом, я же по самому был, 17 или 16 лет был, или 17. Ну там мне в трудовой книге что-то написано, когда принято, когда что. На территории оружейного завода, это ЦКБ было, Центральное конструкторское бюро. Потом она стала КБП, конструкторское бюро, а тогда Центральное конструкторское бюро. Да, ЦКБ-14 называлось она. А сейчас она КБП, там, Жачки называется. Ну, а война-то началась, переезжать, значит. Немцы подходили к Туле. А сколько там работало людей? Где? В ЦКБ? Нет, там не так и много работают. Мой 300, может 500 человек там. Все инженеры, да, в основном? Нет, не только инженеры, а рабочие, станки-то. А, из производства. Они там, вот, Токарев, да, как его, Чёдор Васильевич Токарев, не помню, как его. Вот винтовка СВТ, или пистолет Ту-Токарев. СВТ, самозарядная винтовка Токарева. Ну и с Течким тоже там работал, да? Не знаю, не могу сказать. Не могу сказать. По-моему, не у нас он. Он, наверное, в другом где-то. Не слыхал я тогда про него. Были там, ну я их позабывал. И Волков-Ярцев какие-то были, два изобретателя. Ну, Грязев, в итоге, а там сейчас вот, в этой, в Жаске, Шипунов-Грязев. Вот. Ну, переехали в Золотоуст, с КБП. А на поездах вы выезжали, да? Да, конечно, переоборудовали вагон такие, ну, которым уголь возили, без крыха. Угу. Сделали крыху на этом, на вагоне и нары сделали. Из фанеры или из чего было? Ну, не знаю еще, где-то, наверное, из до стола, чем-то накрывали, там, не знаю, ну, от снега, да где-то. Ну, это делать было когда? Это начало осенью, сентябрь, октябрь месяц примерно. Числа я точно не помню, еще не вспомню, все равно. Вот. И нас погрузили, мы, вернее, сначала из КБП, это, все станки оттуда вытаскивали ломами, вагами, веревками, таскали станки и грузили на железнодорожные платформы. Ну, увозить туда, эвакуации, на этот, на восток. Вот так. А это была осень какого, 42-го или 41-й был, или? По-моему, все 41-й год. Потому что я в армии, я уже там, в КБП, это, на Урале, разместили там, то в каком-то, не то клубе, не то еще в чем-то, в каком-то месте станки. Я в армию-то ушел, 3 августа 42-го года, а я работал там, понимаешь, даже в командировку ездил. Сначала в Челябинск ездил, а потом в Нижний Таил ездил, там в командировку давали. Пацан я был, 18 лет мне было. Вот, привозил, ну, какие-то образцы для КБП. Что они там делали, я не знаю, иначе мне это не так известно было. И 3-го, вот до 3-го я там, ну, около года я что-то, ну, эти годы не дожил. Да, скорее всего, если я, мы уезжали в сентябре, в октябре месяце, да, мне 3-го августа уже забрали воинскую часть, там, в этом, на Урале, воинскую часть. И главное, отец был в командировке в этом, а мы расположились на улице, это, Нижнеуренинская, на Урале, ну, на квартирах. А сколько ехали по времени туда? Туда? По времени? Наверное, месяца ехали. На поезде, вот в этих вагонах, да? Да, на поезде, да. А кормили как? А кормили, никак не кормили. Все, что с собой взяли, то и ели, да? Никого, что с собой было, не знаю даже. Да, вот даже вспомнить не могу, ей-богу. Вот не могу даже вспомнить. Никто никого, ничего, никакой кормёрки, по-моему, не было. Вот на станциях, на остановках, выскочих, а там базарик, или лепёхки какие, или картофельные эти, картофельные котлеты такие, или это, пюре какое-то, или варёные картошки. Ну, было-то уже не так голодно, но всё же было кое-что. А потом-то ещё хуже стало. А когда на Урал-то приехали, как раз ехали этот, Маршанск такой город есть, а мужики-то, когда, а этот город, набрали мужики, это, Маршанск, Махорку, Маршанск, самая хорошая Махорка. Ну, мы с отцом тоже, я уже курить-то начал был, курил, открыт при отце и при матери. Но мы набрали этой Махоркину, ну, мало, когда приехали, нам, может, на месяц больше не хватило. А уже оттуда делегацию, да, при помощи начальства, командировку выписывали на весе, это, в Маршанск за Махоркой ехать, понимаете, там, или по домам ходили, у кого самосад, есть и фабрика там, Марханской, там и Махорокная и фабрика была. Ну, в общем, привозили, короче, в Золотоуст, эту Махорку, курили мы там. А дома у вас какие были, двухэтажные? Двухэтажные дома? Нет, частные домики были, нет, там улица Нигнеуренинская, она Верхнеуренинская, Нигнеуренинская, еще там какая-то. И 300-200 человек всего, да? Кого? Всего 300-200 было, да? Как 300? На поездах, ну, и вы были. О, ведь я не знаю, сколько на поезде ехал, наверное, ну, их и он был, а кто там, сколько там, там и станки, и люди ехали, и не могу, не пытался, мне даже не до этого было. Нет, пацану 18 лет, дюж это было нужно-то, совсем я, как бы, не нужно было. Это хорошо, а мать, она шитьем занималась тут в Туле, да? Кому платье шить, кому костюм какой, ну, кому поправить, кому перешить, машину взяли с собой, швейную туда, вот. А тоже голодуха была, от 700 до 1000 рублей буханка хлеба стоила обыкновенная, и это, спичная коробочка вот эта, табачку, не помню, да, сколько, ни то 100, ни то 200 рублей насыпать на, там, на 3-5 за курок, больше и не было. Вот так вот. А по времени сколько вы станки разгружали, останавливали? Ну, это я даже не понял, ну, разгружали, мы не засекали, ну, пока не загружили, день и ночь, конечно, и ночью, и днем разгружали. А там не только вот это, в Золотоусте самом, там, в Золотоусте, улица Ленина, там, завод там какой-то тоже был внизу, пресса там работали, такие паровые пресса, по-моему, работали. Ну, это их, там, пресса, золотоустовские. А в основном-то, там было такое место, называлось Ургумка, вот эта Ургумка. На открытом небе выставлялись, значит, эти, ну, видно, заасфальтировано там все было. Я-то там не был со мной, ну, как люди-то рассказывают, ну, я жил-то рядом с этой Ургумкой-то. И станки прям ставили там, подводили электричество к ним еще, ни крыши, ни стен не было. И работали, понимаешь, и пацаны там были, потому что стариков, таких людей, пригодных к войне, уже и не было никого. Учили, вот, оставляли там мастера какого-нибудь одного, он там приучал там пацанов, 10-15 человек, показывал, как работать. Вот так вот было, да, работали. А что производили? Пистолеты? Ну, я не знаю сейчас, не помню, да. Ну, какие-то загадки, может, части какие делали, потому что целиком и полностью сказать, чтобы один цех, там, или какой-то завод, выпускал полностью какой-то пистолет или, или там, хоть, да, трех линейку обыкновенную. Так нельзя сказать. Один цех стволы делал, другие, там, затворы делал, третий приклады делал, а сборочный цех где-то там отдельно был. Вот сборочный цех, он еще мог знать кое-что, откуда, где и как чего брался. А мы только изготавливали, кто курок делал, кто мушку для винтовки, понял, ну, кто ремень, ну, на ремень тоже носить винтовку надо. И вот его тоже ведь делать надо. Вот так вот и занимались разной ерундой. Ну, как, она не ерунда, конечно, без этого, и ружье, не ружье, даже шомпола, какой-то шомпол за ружье, и то нужен, понимаешь. Вроде второстепенная часть, а все равно нужен. Ну, так. А потом там долго не засиживались, да? Где? В Златоусте. Как долго? И мне оттуда 3 августа 42-го года я на войну уехал, а мать-то с отцом, она там, да и я-то когда был еще, шитьем занималась там, пожрать-то. А то кучка картошек там, то мучиться, горсочку дадуть, а то же было плохо, 800 тысяч рублей бухами хлеб было. Вот так и перебивались, понял. Отец командировал, ко мне бумагу прислали, 3 августа. Я бухам пошел, карточки отоваривал, в газету завернул, к подмышку, отца не было, а там трамвай ходил тоже. И на трамвае вот часть, и приехал вот часть. И главное, я самый первый приехал, мне сегодня дали эту, ну, бумагу явиться. И я сегодня же и уехал туда, а потом, наверное, недели две жил. А дядя, сначала, первые 3-4 дня, я думаю, 5 дней. Один, здоровые помещения, нихуй вот нахуй, этой больницы. Окна вот здоровенные такие, и кроватью стоять. Что там было, хрен, никто не, с матрасами. Я, что делать-то, день прошел, вернее, день прошел, девка вечера идет. Ну что, спать-то надо, говорит, в чем было, так вот там, в чем приехал, в том и лег. Да, ну, потом начали поступать там, и местные там. Ну, область-то она большая, Челябинская. Он, Золотарус, по-моему, в Челябинскую область входил. Область Челябинская. Ну, потом начали поступать. Потом начали в столовую водить. Тут мы зажили. В столовую там уже по-солдатски кормили. Хоть не идешь здорово, но кормили. Значит, в столовую приходишь, одевали еще клетки. Вот обыкновенное тесто, да, щипали и в воду, в кипяток. Бросали. Ух, какие там приправы были. Или подсолнутое масло, или что там, может, ничего там не было. И то было, во, мы уже обрадовались. Думаю, во, теперь жить можно тут. Ну, верно, ненадолго. 3 августа, значит, август, сентябрь, октябрь месяц. У меня день рождения, 30 октября. И вот за эти 3 месяца уже собралось много там. Духовой оркестр, откуда-то появился наш, музыка что-то там. Баловать музыкой, нахмар всякие играли. А потом, значит, 3, значит, 30 августа, это, октября, у меня день рождения. Когда мы тут были в Туле-то, я обычно, ну, мать отмечал день рождения мой, а потом там октябрьская революция. Ну, Борис, ладно, мать говорит, всё равно, говорит, 7 октября, это, ноября праздник. Там, говорит, заодно я отметил твой день рождения. Ну, лишнюю, чтобы там процедуру такую не делать. Вот, значит, это 30 октября, там же, нас, значит, построили всех, и шагом марш. Впереди оркестр, а я ещё иду, и вспоминаю, думаю, ё-моё, я ведь в это время в Туле. У меня день рождения был, 30 октября-то, а я сейчас, верно, шагаю, куда, на войну, больше никуда. Верно, каким-то образом я сейчас сообщил, а уже там снег был, почему-то, 30 октября, уже зима была. Вот осталось мне в памяти зима, и всё. Вот, и каким-то образом, и трамвай ходил, главное, до этой воинской части. Мать сумела, как говорится, проводить меня. Отца не было, он в командировке был, в Ижевске, тоже по военной части. Ну, мы все работали, только БП работали. И вот нас рассадили, я говорю, мать, иди, я говорю, снег, ночь, метёте. Я говорю, вон, видишь, там дорога, трамвай едет, там светомаскировки ещё и не было, только далеко от фронта. Я говорю, вон, видишь, трамвай, иди, я говорю, напрямик вот по этому полю. Что, я говорю, делать-то, я говорю, сейчас, рано или поздно мы уедем, а тебе же надо домой добираться. Вот, вот я её проводил таким образом. Вот, и поехали мы на войну, как говорится. Куда попали сначала? Вот я говорю, в город Балашов попали, в Саратовскую область. Город Балашов, пересыльной, здоровый, много народа, там солдаты всякие, форму получили, всё. А оттуда формировали, значит, роты там, в общем, полки, роты, в общем, эти, взводы. И куда? Кого куда? А там дон, дон река. Ну, это станицы громадные эти, нижнем ОМОН и верхнем. Это казацкие станицы, там казаки жили. А мы этот дом здоровый, дом хороший такой, против всех остальных деревенских домов. Крыша хорошая, вот не помню, соломина или настоящая крыша. Заняли мы этот дом, а дорога ехали, тоже голодная, ребята. То ремень с ними, то там ещё что-то такое, рубаху нижнюю. Променяют там на эту, на яду там. Или на картошки там, пару-трой картошки тебе дадут, варёные. Ну, в общем, кто что там, кто что. И с себе снимали, и меняли. Вот и я, по-моему, ещё это променял, вот не помню, что я променял. Вот такие, из котлет жарили, ну, котлет, мяли котлеты, пюре, и с луком жареным на сковородке. Вот, вот это вот я. И то вот это не я дал, объедение просто. Жуть прям, как вот, после такой голодухи из этого, из золотоуста, когда выехали. Это было объедение, объедение просто для нас. Ну, вот так вот. И война моя тут началась с этого. И отправили сразу в бой, да? Ну, не сразу бой, мы там пожили сколько-то, дня два-три, наверное. А вот потом война началась. Тут так получилось, что, значит, это воинская часть наша, ну, взвод, взвод 40 человек, 4 колонны, по 10 человек. Разместились, и прям сразу в подвал картошкой варить. А хозяева, где они были, хозяева, то ли эвакуировались, то ли их выгнали оттуда, то ли передовая линия. Тут река, нижний этот, Дон, среднее течение Дона, а на той стороне фашисты, а на этой стороне наши. Вот, то ли их эвакуировали, то ли они сами уехали куда. В общем, мы эти картошки там, ведрами варили в печке, а варить там обычно дров там у них и не было. Или кизяки эти, ну, как в деревне из навоза, мнуть там с травой, там, ну, сад хоть такие эти кирпичики, и выслушиваете их. И эти кизяки, кизяками этим печку топить, там дров-то не было. Там и навоз, ну, в общем, что, туда можно было, гореть может быть. Вот эти кизяки делали для отопления. Вот мы, значит, эти картошки. Или картошки, а потом это тыква была у них. Тыква была, ребята, разрывать было, разрубить оттуда зернышки. И после затопа, печку, рогач возьмешь туда, задвинь их туда, эти, ну, тыкви эти. А наутро объедение, тыква жареная такая, ну... Печеные. А? Печеные. Да, печеные такие тыквы. Мужской печки. Вот мы объедались этой тыквой. Вот такие, а там война дальше, там рассказывать нечего. И... А патриотизм, был патриотизм-то или так все непонятно? Ну, когда, кто говорит, когда на самой передовой линии-то? Ну, не знаю, когда-нибудь там... Ну, не, не, как-то мне не приходилось, понимаешь. Когда первые атаки пошли, из нашего взвода-то никого не осталось. И нас быстро оттуда... Оттуда живые-то не выходят. С передовой-то. Раз ты живой, значит, бейся до самого конца. А почему мы остались двое или трое, так у нас было? Я даже не знаю. Ну, как-то получилось так. Остальные, у кого руки нету, кто раненый, там осталось, поле. А поле-то громадное, всех-то неохенних. Где, кто, кто гречит, все валяй. А там в воронке, кто в воронке, кто, может, в траве, в кустах где-нибудь. Не найдешь никого, понимаешь? А где это было место, не помните? А? Не помните, где было? Ну, как, вот это самое, от станицы Бихни, Мамонте. Там же. На той стороне. Среднее течение Дона, да. Вот там примерно. Так вот. Это было первое боевое крещение у вас? Да, главное то, что мы боевое крещение неудачное, сразу так. Нет, так не понравилось мне. Только мы разместились в этом, в казацком доме-то, я вышел так погулять, так постоять там. А он как-то, знаешь, этот берег, вот этот, высокий был, крутой. А тут пологой был, тот, та сторона, которая у немцев была. И прилетели наши самолеты, эти Илы, Ил-2. Вот они так не оборудованы, оборудованы-то. И завязался бой, понимаешь? Фашистский бой, уже сразу, я говорю, хоть я и не знаток, только приехал на войну. А уже вы, кто на кого нападает-то, понимаешь? Ил-то самолет, я знаю, он такой еще, штурмовой бомбардировщик вроде. А ихними истребители, мистер Хмитт, были тогда. Мистер Хмитт-109, по-моему. Потом появился Хенкель, мистер Хмитт-110. Вот, еще там какие-то. Хенкель, мистер Хмитт, еще какой-то. Фокевульф. А, Фокевульф, да. Фокевульф был, мощный. Самолеты, мне понравились их, хоть они и фашисты, но до того хороши были самолеты их. Хотя и на что они плохие были. Но главное то, что наши бомбардировки, эти Илы прилетели, а уже эти под крыльями ракеты такие были, пусковые ракеты. И, а эти налетели, мистер Хмитт немецкий. И один за одним, то одного сообщили, то второй. Мне так неприятно стало, так жалко стало. Думаю, как же так, где же наши самолеты, где же наше прикрытие нашими самолетами. Это первый день моей войны. И, наверное, штук пять самолетов прямо на моих глазах сбили фашисты. Вот так вот было. Наших самолетов? Наших, да, Илов. Хороший самолет. Потом-то они летающие, как вы знаете, танки стали. Их бронировали. Потом, он же там был один летчик-то, который правил самолетом. А зад не защищён был, понимаешь? И поэтому нашим самолетам всегда доставалось. Когда, значит, усовершенствовали самолет, летчик, значит, править своим, у него тоже и пулемёты спереди, и управление ещё. А это спиной к спине посадили ещё человека. И дали ему пушку тоже, ну, такую скорострельную пушку. И вот сразу, и сразу самолёты в нас перестали сбивать. Они в хвост пристраиваются нахуй его, и запросто просто, ну, легко просто сбивать. Просто легко сбивать. А быстро модификация-то появилась? А? Быстро модификация самолётов появилась? Ну, я не помню, трудно сказать. Да нет, не так уж и быстро. Мой год прохвал, мой полгода. Ну, не больше, не больше. Нельзя было ждать. Ну, конечно. А ведь самолётов сколько было? В Лавышкин-3. Потом, в А-5 был самолёт. Да я уж сейчас их вспомнить-то не могу. Забыл вот. Ну, это напомнить, если я бы сказал. Сказал бы. Ну, не помню. Много было нахих разновидностей самолётов этих. Ну, таких. Модифицированных. Самолёт-прикрытие, да. Вот они стали сопровождать наши самолёты. Теревые самолёты. Был такой, да. Потом переехали с этого места, ушли? Ну, как ушли? На войне всё время. Ну, географически перемещались. Уйти-то никуда не было. Продвигались просто вперёд. Понимаешь? Да. Продвигались. Потом Яссо-Киханёвская группировка была. И это вот я не помню, как она называлась, группировка. Да. Вот когда мы это вот, где бомбы громадную эти немцы, зачем они трёхтонную бомбу сбросили на нахпушку? Вот. Ну, видимо, достали, наверное. Ну, они там ковровую, понимаешь, пробивали. Всплох били. Или куда-никуда. Они хотели нас столкнуть опять в это, северский Донец. Там же, я говорю, Кирилл, полтора, ну, мой, два. От берега до пограничной, по-моему, вообще. До немецкой, до рубежной. Да, до наших немецких оков. И по ширине там, ну, что там. Из тяжёлых орудий били немцы. Откуда они били? Видно, чужки летели вот такой высоты. А мы, это, размера. И главное, вот слых, как она летит. Вот раз. И с полок земли такой, фонтан земли. И почему-то она под землёй проходит, 5-6 метров, опять вылетает оттуда, покрутится вот так вот. И не взрывались. Которые не взрывались. А здоровенные, килограмм по 50, наверное, чужки такие, а может и больше, летели. Из тяжёлого орудия откуда-то они. Даже неслыхно были, было выстрелы, откуда они выстреляли, немцы. Вот такое было. Вы говорили, что перед вами упала, да, какая-то? Ну, она не перед вами, мы, 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 куда побежать. Вот, хоть, ну, не перед вами, там, 10, там, 50 метров, 100 метров. А, говорит, ты видишь, как он, ковырнёт землю, фонтан земли, метров на 5, на 6. А, получается, они с земли били, да? А? С земли, получается, они били ими, правильно? Нет, они били из пухка такая, понимаете? Ну, на земле была она, правильно? На земле, она килограмм, может, за 30 стояла, за 20. Выстрел даже неслыхно было, где. Только слышно, как, у-у-у-у, снаряд лететь, гудить. Вот, только так, а так мы и не знаем. Потому что я помню, да, такой случай, у нас пухка тоже стояла, здоровая тоже. Я не знаю, 220 она миллиметровая или больше была. Там даже, знаешь как, эта пухка громадная, она не так часто, можете, в 2-3 минуты или в 5 минут, один выстрел только делала. Там маленькая узкая колечка такая, выстрелалась специально. И вагончики такие были. Значит, надо гильзу, снаряжённую, по этой железной дорожке подвесить, поднять её, там, устройство какое-то, затолкать в этот. Сначала-то снаряд сам, понимаете, привозить. Сначала вот эту чушку привозить, вот эту, тоже на этой, 2 солдата. Пригоньте эту чушку вручную, поднимаете этот сам снаряд, туда затолкают её в пушку, ну, банником затолкают такой, шест такой. А потом самую гильзу снаряжённую, она не пустая, а там, порох мне, ну, что нужно. Потом поднимаете лебёдкой эту, эту, гильзу туда и тоже туда затыкают. Закрывай затвор и выстрел делаете. Понимаешь, вот такая штука. И главное, вот, думаю, такой вот громадный, как увидать-то его. А как она выстрелилась, не видать. А ты вот смотри, вот, туда в небо, в самую. И ты, вот, увидишь этот снаряд, как он вылетел из пушки. И в самом деле, уши заткнёшь или рот посильнее открёшь, потому что там выстрелит мощный, давление, знаешь, какое. И смотришь туда, где он, по направлению ствола. Видишь, так, 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 как точка всё равно. Вот. И всё, нету. Вот, точка и нету. Выстрелит, точка и нету. Вот так вот. Это мы смотрели, как они стреляли, эти солдаты. На, на. Так, вот она. Ну, забыл. Ну, я слушаю. Ага. О, бандаж. Ну, и тогда приду, ну, что бандаж. Я ещё не знаю, надо поговорить с доктором. Он же тебе вроде говорил, что надо. Да нет, он как-то сказал-то, ни то мне, ни то постороннее. Надо как-то уверенно сказать. Я даже не уверен, кому он, мне он сказал или ещё кому. Хрен его знает, не знаю. А может, и не нужен он, я не знаю. Ну, да. А, не знаю, не знаю. Подожди, а сколько? Уточни, уточни тогда ещё. Я сейчас в магазине, но я тогда пока в России. Ну, да. Ты в каком магазине? В продуктовом магазине? У нас есть у нас, я тебе говорю, рядом с пятёркой открытся ортопедический магазин. Рядом с пятёркой, на Октябрьской, какой там магазин ортопедический. Там под... Ну, не знаю, да, не могу, да, придумать, на каком он месте. В общем, ортопедический. Ну, приду, живой будь, приду, увидим. Да, да. Уже тоже там где-то в комнате. Ну, ладно. Пока. Пока. Пока-пока наломали вам бока. Так, значит, пушки вы смотрели. Да, было. Было дело. А когда там ушли-то с этой... Как вас, отодвинули или нет? Или вы прошли вперёд? Как мог повторить? Вперёд вы прошли или вас отодвинули? Нет, отступать нам как-то не приходилось. Вот когда в «Зенитной» был артиллерий, мы чуть-то на их территорию не заехали. Занятые немцами. Но вовремя хватились, развернулись. А у нас машина американская, студобекер была. И на ней, скорее, оттуда рвать когти. Вот так было. Ну, один раз в округе не попали. Это в Венгрии дело было. А всего у вас... А как вы в Венгрию попали? Ушли же с какой-то... Ну, как? Наступали. Я сначала... Мои государства какие? Украина. Молдавию проходил. Сразу из Болгарию. Из Болгарии в Румынию. Или сначала в Румынию, по-моему. Наверное, нет. Или вот не помню. Или в Румынии сначала, или в Болгарии. Ну, не важно. В Болгарию потом. Из Болгарии в Венгрию. Из Венгрии в Югославию. Из Югославии в Астрию. Ах, до самой итальянской границы. Ну, всё это войной проходил я. Всё на ногах на своих, понимаете. Но я уже был-то не в пехоте, а в зенитной артиллерии. Зенитной был. А в пехоте там я бы не уцелел. И все живы остались. Весь расчёт на... Как его сформировали. Это... На Украине. Деревня была. Беседовка. Беседовка деревня. По-моему, река там, Старый Оскол. Мы ещё купались там. Купались, стирали там. Трусы. Куда кусты вешали. Слышали это. Ну, трусы там, руба, майку там что. Вот, формировались там мы. Ну, это дело было в осеннее время. Уже вот это вот. Дерево такое. Шелковица. Знаешь, Шелковица? Да, да, да. Вот она как раз поспела. Моя объедает. Ель. Ель. Ель сиренина. Малин. Как такая, чёрная. Она бывает чёрная, бывает и розовая такая. Вот мы её ели там. Вот это беседа. Там, когда разбили, вот наша часть кончилась воинская, вернее, пехота-то моя кончилась. А номер не помните? Пехота, часть-то нет, не помню его. Да, была красноармейская книга, и вот дурак я её искурил. Понимаешь? Ну, на фронте кесет есть, табак есть, крысау есть, всё. А бумаги же вернуть нету. А ты, вот, солдат, а мы, вот, давно, вот, искурили эти красноармейские книжки. Там всё написано было, какая часть, что, как, ну и не знаю. Ну, в общем, подробно всё. Вот рвали эти кусочки, и то экономно уже, поэкономно. И я книжку-то искурил всё. И даже не знаю, и не помню. Помню какое-то время, ну, лет 15-20 после войны. А уж сейчас-то забыл, конечно, сейчас-то сколько, 70 лет прахло. Сейчас его не могу вспомнить. Было так, да. Был у вас стресс-то от боёв? Как? Ну, переживали как-нибудь от боёв? Да я был, я под пушку попал, под свою собственную стрессу. Там не стресс, ещё хуже, стресса было. Ну, как, на какой-то переправе. Или Днепр, или Дон. По-моему, скорее всего, Днепр, наверное. А может, ещё какой, на Украине. Там рек-то много всяких. А на переправе, как обычно, на переправе всегда. Там, в общем, ну, скопление машин сразу же. Там и конницы едут, и машины едут, и пухки едут. А мост-то один. И оттуда ещё надо кого-то туда переправить. И туда надо кого. Вот. Ну, ребят, отдохните, пока переправ занято. И мы расселись, значит, с машин слезли. А тут кюветы, и на кювете. На этом. Тут канава, а мы сидим, значит, там. Ну, и скомандовали по машинам. Ну, ребят, побежали, сели. А пухка вот на таком вот расстоянии, ну, такая вот, стрева. Она цеплялась за эту вот такой толщиной вот. Штанга такая. И в машине там крючок. И закрывал, фитировалось. Ребят попрыгали на машину-то. А я схватился за борт. И бегу потихонечку. Др-хахту длинный сделал. Мне пухка колешот наезжает на ногу. Я хлёп на землю. Понимаешь? Она мне переезжает вот так вот-вот через меня. Там подпухка вот так вот перевернула. И по груди вот так вот переехала. Понимаешь? Я то ли со страха, то ли ещё заорал. Ну, как не заорать-то? А сзади ехал другой расчёт. Тоже нашей батареи. Другой расчёт ехал. Ну, они выскочили. И, ну, то же свет такой сокращённый, по повозке небольшой. Увидали. И почему-то не стали сажать, это, подняли меня в машину свою. А в ихнюю машину, второго, другого расчёта орудийный. Тоже такая, зенитная. Вот я, значит, в ихней пухе, в этой, в ихней машине ехал. Я, наверное, целый месяц или полтора не мог повернуть. Вот, вот если позовёте, то я вот так вот мог поворачиваться, вот. Угу. Перелом, возможно, был, да. Да нет. И ничего, главное. Потом-то санинструктор, там же в каждой батарее свой санинструктор. Она посмотрела, пощупала. Ну, может быть, тебе хватит отправить куда-то на отдых, извлечение какой. Да пока, может быть, и не надо временно. Там видно будет пока. Я не согласился никуда. Ну, вот так вот, понимаешь. Пока, пока, все это прохло, всё. Это мне такое было, да. Дай вот по груди. И они даже удивлялись, как это... А пушка, знаешь, весит две тонны. Две тонны. Ну, на каждой колесочке по пятьсот килограмм. А что, пятьсот килограмм, разве мало? Много. Переехать вот по груди-то. И вот они все удивлялись, как, Вадь, ты жив остался? Сама санинструктор, женщина была у нас. Я, говорит, удивляюсь, Вадь, даже, понять не могу. Как, Вадь, ты жив остался? Я, говорю, я не знаю, вот жив, говорю, смотри, вот, живой, постоял около ней вокруг. Я, вот, вижу. А что, видишь, вижу, вот так, говорю. Ну, так получилось, что сделать-то. Ну, и случаи так отдельные, да, есть там случаи, каждый день были. Каждый день какой-нибудь, да, был случай. У нас, вам напереправили, когда, как раз, вот, где я, как раз, перед тем, как это, попасть под пушку-то. А у нас там, это, один солдат был. Вот, до того было комично, это, я говорю, клоуну держать не надо никакого. Это как, это так придумать что-нибудь, все как, от хохота в обморок падали, понимаешь. И вот соберутся целый круг вокруг него, он там как-то начинает, начнет чудить. Вот. Все, га-га-га-га, а задний, что он, говорит, сказал, что он сказал, повторить. Я, где там, гахочет только. Ну, мужик был, Вихляев его, до сих пор помню. Звать не помню, а фамилия Вихляев его была. Кто он был по национальности, даже не знаю, кто. Плоток носовой у него был. Я, надо, вот, сопли высморкли. Так, стал тянуть, плоток носовой, вот такой длины. И как, стал сморкаться, все его ротать начали, солдаты. Ну, по-моему, он по-своему чудил, как-то. Так я уже не могу. И вот он всю войну, это уже в зенитной я был, в зенитной. Да, и он до самой, ну, до самой Австрии, да. Оттуда, и оттуда ехали тоже, когда война, 9 мая. 9 мая, город Левобин, город Глогнец был там в Австрии. Конец войны какой, как было. Ну, как, вечер наступил, смеркалось. Ну, май месяц был, конечно, май месяц. Начало мая, наверное. Или апрель, ну, в общем, май месяц. 9 мая война кончилась. Да, а внизу там, а мы на сопке стояли, высоко, а там дальше лес. Вот. И ночь. Сколько? 11 было ночи. Или 19, ну, с темней уже уже. Смотрим. Там город, он большой город. Ну, не то Глогнец, не то Левобин. Вот, австрийское город. Хрен, ну, не помню. По карте я видел, вспоминал. Есть он такой. Тарасирующие пули, вот, летят, летят, летят. Стреляет кто-то там. И такая стрельба интенсивная. Прямо всё небо заполонило стрельбою. Да, я командир батареи, командир орудия, Серган Концов был, с Куйбехова. Я говорю, Серган, я говорю, поди, узнай командира батареи. Что там, я говорю, происходит в городе-то. Смотри, стрельба какая. Он пошёл туда. Ну, у них там связь какая-то была. Проводная, на провода. Приходят, я говорю, они, вот, сами, вот, не знают. Ну, а потом слух всё дошёл каким-то образом. Это, вот, война, вот, кончилась. А, война кончилась. Мы тогда... А где вы были в этот момент? А? А где были в этот момент? Вот, я говорю, город Глогниц или Левобин был. На сопке стояли. А этот город внизу, вот, не помню. То ли это Глогниц город, то ли это город Левобин был. Не могу сказать. Ну, это надо на карте глянуть, я думаю, это скорее понял. И мы садимся на пухку на эту, достаем снаряд. И вот, по лесу, по этому, от радости, что война кончилась. Там сообщили, значит, что конец войны. Германия капитулировала. И мы сели на эту пухку и пахло стрелять из ней. Ах, ах, пока из ствола дым пахло. Да красна чуть не... Ну, нагрелся, короче говоря. Да горяча. Его тронуть нельзя от ствол. Там же там тоже... Да. Обгорать масло начало. Вот тогда и вот была история. И на этом война моя и кончилась. Вот так вот. И потом куда поехали? Ну, там мы постояли ещё какое-то время, постояли. Освобождали. А там в городе, в этом... Ну, какой-то городишко там был. Там наши девчат, угнанных с Украины, там, из России, откуда. Мы их освобождали. Мы как пришли туда, где они находились, эти девчонки-то. И они сразу обрадовались, обниматься начали, понимаешь. Рады, что мы самые первые вошли туда. Вот. У нас австрийский город, вот, не помню только какой. И вот они нас там и за стол сажали, и что-то угощали там чем-то ночью. Они на работу были угнаны, да? Ну, конечно. Они там, ну, подневольные работали там у хозяев разных. Вот, и вот таким образом. А уж потом, как их там домой освобождать, я не знаю. Главное, то же мы освободили. Они уже стали, как говорится, не подневольные, а уже могли, как-то, распоряжаться своей судьбой как-то. Вот так вот было. Спали-то спокойно или нет? Как? Спали спокойно? Где? Спали, ну, на войне когда. Ну, ну, как там? Не знаю. Во-первых, молодой, 18 лет мне было-то. Ну, мой, 19, там их сколько лет прохло. Пока Украина прохли, пока Румыния, Болгария, Венгрия, Австрию, Асвадия. И всё в артиллерии, да? Всё время с этой зенитной пухкой был. Вот как в Беседовке мы на этом, Старая Оскола-река, показали, как из пухки стрелять, как там управлять ею, в общем, как руководить там всеми делами. Вот так и до конца войны. А потом, после войны, когда уже сейчас война кончилась, оттуда приехали. Город Котовск, оттуда приехали. Да, уже в свою часть. Уже всё по-другому стало. Здоровый сарай, громадный стол, типа топчана такой, доски. Вот такой таз выносить с похлёбкой. Понимаешь, ни тарелок, ничего, ни котелков, ни у кого не было. С этой стороны 10 человек сидят. И тут 10 человек. И логко. Тебе надо, ищи там суп или ищи. Бог подым их, поднесёшь, и буквально половину дороги разольёшь. А хлеб били или как? Разрелать хлеб. Ага. Разрелать кусками на 10 человек. И вот он, один солдат показывает пальцем. Кому? А другой говорит, он, как фамилии всех знает, солдат. Иванову. На Ивановку. Кому? Петрову. Хлеб били или разрелать. А то, знаешь, кому больше досталось. Знаешь, было. И к этому придирались сначала. Голодные-то. Когда приехали-то оттуда, уже жизнь другая перестала. Там-то кормили нас чуть не из пяти блюд. И... И макароны. Прям тушёнку одну. Сыр вот такими этими. Вот такими. У нас на пушке вот такой вот сыр. Коляска вот такая была. Вот топором отрубить кусок сыру. Да сыр какой, высочайшего качества. И идёшь в столовую. А в столовую, значит, макарон там с тушёнкой. На второй то, что это там мясное. На третий там компот или ещё что. На четвёртый мороженое. На пятый ещё. Ну, кормили, я говорю, ужасно как. Даже не поедал никто, понимаете. Там, за границей. Вот как говорится. Не хочешь своих солдат, как в другой раз по радио говорят. Будешь чужую армию кормить. Вот мы и там кормились за счёт их. Вот этот сыр прям чуть топором или ногом отрубить кусок. И идёшь дорогой. И куда там гуляешь там или просто. Или в столовую, или в столовую. И ехать сыр. Вот так вот было. И колбаса тоже так же. В Болгарии. Когда переступили границу, туда ещё ехали, освободили Болгарию. Они кричали, братушки, братушки идут. Это наши братушки. И обнимались тоже. Раду были. Даже по одной деревне там был. Какой-то населённый пункт был там. Оркестр на балконе. Это и музыка играет, марши какие-то. А мы едем туда вдоль этой деревни. А они, местные жители, и своего этого изготовления. Это колбаса у них. И бросают нам на машину виноград. Там вроде вот такие подают туда. А командир говорит, вы говорите, подождите, есть пока. Пока, а то вот неудобно. А что мы пацаны все были такие. Нам по 18-25 лет больше не было. А то вот стыда, неудобно, чтобы сразу получилось. Сразу жрать хоть. И вот мы складывали всё, понимаешь. Пока деревню проедем. А уж проехали деревню, там мы начинаем. А Венгрии? Ты знаешь, в Венгрии то и как. В Венгрию остановились в одном месте. А что там было? Где местные жители были? Хрен, где они там были, местные жители? То ли они попрятались, то ли что. А у них, вот насчёт скотины. Поросят, наверное, штук по 10-15, чуть не в каждом дворе. Этих кур, гусей, коровы там. Я не знаю, как они содержали. Мало того, что у них винные погреба эти были. Там же эти виноградники. Вот что у нас летом картошки. Или там, где рожь рожь. А у них это, виноградники сплошные. И вот только вид, подвалы. А подвал-то подвал, за деревню уже. Не в самой деревне, а там где-то. И выложены, и в подвал мы лазили. И кирпичом выложены своды такие. Подвалы длиной метров 10, а может 8-10 метров. Да ещё. Прятали бутылки-то себе. А? Бутылки прятали себе. Там не бутылки. Там в подвал-то опускаешься, когда по приступкам всё. Бочки стоять вот такие громадные, понимаешь? Это обычная деревня? Ну да, конечно. Ну, у каждого из деревни свой подвал был, понимаешь? Уже и кирпичом выложен, всё там, как положено. И все инструменты. Значит, затычка эта, пробка деревянная. И пробка сверху деревянная. Да. Мы заходим в этот подвал. Мы же не знали, что для чего там. А там, значит, вот такая вот колба. От колбы трубочка такая, длинная трубочка идёт. А тут такой сосок сверху. В общем, колбочка, это вернее сосок, потом колбочка, опять это, трубочка. Значит, пробка вытаскиваешь и засовываешь туда эту длинную трубочку. И начинаешь насасывать. А там затыкаешь. Видишь, она полную набралась. Вина. Пробовать вино из бочек. Держишь вот эту и кружку тут в другой руке. Оттыкаешь, значит, и пробуешь, какая вино. Хорошая или плохая. Вот так вот было. Даже было так, что кому-то некогда пробовать. Ну, конечно, безобраничали, хулигали. Прострелить бочку из автомата или из винтов. И стоять пьёть, пока напьётся. Напьёшься, дальше пошёл. А она вся вытекла. Ну, и такое было. И было такое, что тоже пришли в одну деревню, в какую-то. Ребята, давайте пойдём закажем. В Венгрии дело было. В Венгрии. Стол закажем, чтобы нас накормили там, по-своему напоили. Ну, мы приходим, двое или трое туда. И заказываем. Показываем часы. Хозяин видит часы. Ну, у них язык другой, а у нас другой. Видишь часы? Вот в шесть часов показываем, где хочется. Чтоб нам было на стопах и рот показывать. И чтоб выпить было. Вот в шесть часов мы придём. И верно, мы в шесть часов приходим туда. Весь расчёт нас, восемь человек. Или девять там, шофёр был девятый у нас. Вот. И за стол. Уже на столе всё готово, понимаешь. Там нарезана колбаса. Ну, в общем, то, что положено, как говорится, для этого. Да. Ну, наливайте, ребят. Наливаем все. Все, каждый себе наливаем. Я беру прям крошку любую там, подаю. Хозяин говорит, пей первое. Боялись. Ну, и немцы тоже так делали, когда у нас в России самогонка там или что. Ну, и видим, хозяин пьёт. Ну, и мы поднимаем. Вот такая штука была. В Венгрии ближе к Германии, поэтому боялись, да? Ну, на середине там озеро Балатон было. Озеро Балатон – это где курортное место их не. Она – хорошее озеро. Там берег весь асфальтирован. Туда, да, в воду. Асфальт каким-то образом положен, наверное, вот на такую глубину. Техника фашистов-то была или оставляли, бросали они её или не было? Это имеется в виду, да, ну, это вооружение, что ли? Да, да. Ну, как-нибудь, бросали. И Фердинанды – самоходные пухки. Это, Пантера – тоже самоходная пухка. Тигры. И королевские тигры у них были. Ну, королевские тигры ещё я посмотрел. Думаю, какая же броня у него толстая. Я думаю, как её замерить, оставить на память-то? Привозила руку вот так вот. Наверное, вот толщина вот. Вот с этой, лобовая бродя. Вот 60 сантиметров. Брони. Ни хрена думаю себе. Вот как у меня осталась память, я мерил. Толщина брони. Ну, и мощная машина, конечно, была. Королевская тигра. Они и те, конечно, не уступали. Как говорится, по техническим условиям для войны. Очень были, были мощные эти самоходные Фердинанды и эти, и пантеры. Пухки такие самоходные были. Потом появилась наша Катюха. По-моему, это уже, вот не помню, то ли за границей мы уже были, когда она появилась, то ли на Украине. А у них был шестиствольный миномёт. Мы его Ванюша звали, почему это. Они его Сталинский Арзан звали, его по-разному на каждом фронте. А мы звали Катюша, вот этот вот, который появился на войну. Она, как говорится, выиграла большой, в общем, много дала для войны. Победу хорошо, хорошо. Вот их было, этих Катюш, ой, жутко сколько. И когда перед наступлением, даже, снаряды привозили, вот эти, которые для Катюш, они вот такой длины, в рельсы зарегали их. А, видно, этих рельсов Катюш-то не хватало. Их устанавливали, как там солдаты, я их не знаю, как они там устанавливали. И подключали это, аппаратуру. И сразу партия, штук 50, штук 70 ракет, одновременно взлетали туда. Ну, это перед большим наступлением. В одном месте, в другом, в третьем, вот эти вот, как начнуть этим. Да еще Катюш этим добавок. Бензин у вас всегда был? Бензин? Да. Ну, иногда был, да. Иногда мой... Ну, как-то не обращал я, наверное, это шоферу дал, должен знать. А так был бензин-то. Даже такой случай был. Не с нашим машиной случилось, а, ну, у нашего расчета. Это, у нашей батареи. Сначала у нас 4 было пушки, потом сделали, прибавили 6 пушек. И 2, это, крупнокалиберных пулемета дали на машинах. И вот, значит, попали мы куда-то тоже. Немцы обстрелились вначале. Они не в наш машину попали, а вот я же в соседнюю. А борт у Студобеки, он хоть не высокий такой, он металлический. А там бочка стояла, это, от бензина стояла бочка. И задний борт. В общем, вот так вот машина. И видно, снаряд-то, болванка, немцы как стреляют, пробил борт, пробил эту бочку насквозь. И задний борт пробил, да, и вылетел. Куда он делся, никто, никто искать его не стал. И главное, кто что, она пустая была, бочка-то, понимаете? Ну, главное, ни взрыва, ничего. Там хоть и пары были, могла бы она взорваться бы. Так только рвануть не... Вот там капли бензина какие были на донах. А вот почему все стояли, смотрели, удивлялись. Как это получилось? Это, бензин не взорвалась, бочка. Пустая хоть она, но вот не взорвалась, и все. А так-то возили бензин с собой всегда. Ну, у кого такая... Давали, ну как, бензин давали всегда. Ну, это шофер, шофер занимался. Мы-то же не касались к нему. У них своя была линия снабжения. А про самолёты расскажите, как вам их? А? Про самолёты ещё раз расскажите, как вам? Сколько? Ну, я не знаю. Я раз вот тоже вот эти... Спидфайры, лайтнинги, английские самолёты. Ещё там какие-то... Ну, это Аэрокобрат была. Это американский самолёт. Это по Лен-Лизе поступал. И Бастон-3, Бастон-3. И лежу я так вот на войне, там, загораю мозг, на небо глядю. Смотрю, партии самолётов летит. Наши самолёты полетели. И что случилось с одним самолётом? Прямо на моей... Ну, на большой высоте-то. И он взорвался, самолёт. Только вот обломки от них посыпались. Что случилось? Так никто не... Я рассказал ребятам. А что мы вот тоже не знаем? Были даже такие случаи. На их самолёт прилетели. Станцию бомбить. И станцию бомбить в своё собственное начале, понимаешь? Попутали? Да, таких случаев много было. И у немцев. Они по своим перепахали там всю землю. И у нас были на Украине такие случаи. Прилетели одна партия самолётов. И начали бомбить железнодорожную станцию. Но она за холмом там, нам не видать было. Мы это видели только. Ну, земля-то нахер. Немцы с той стороны. А это там, а бой-то идёт. Они залетают сбоку, один за одним. И бомбить туда, бомбы кидать. Ух, так как там? Кто там догадался потом? Перестали. Видимо, сообщили мы там куда? По радио или как? Потом уже перестали. А так здорово. Поуродовали лихо станцию. Как потом разговор-то был. Слух такой прохал. На концлагеря не напарывались, нет? Нет. В концлагеря мы не напарывались, а... Напарывались на каких? Когда оттуда мы ехали, там не концлагеря, а вот... Наши рабочие, ну, ребят наши, которые угнан, молодые были, на Батраков работать там. Просили нас подвесить там куда-то. Мы их сажали в машину, ну, и везли какое-то определённое расстояние. Везли они и говорят, ну, спасибо, нам дальше не надо. Таких возили. А вот, чтобы на концлагеря попасть, я вот не попадал ни разу. Такого нет. Ни Освенцем там, ни ещё там какой-либо. Таких я нет, не попадал. Не было таких. Не попадал я. Тогда и разговоры как-то во время, тогда и разговоры про них. Это мы потом, когда война окончилась, про сколько лет, тогда только начали говорить-то про них. пара майданерок, Освенцем там, ещё какие-то там, там их много было. Вот тогда мы только узнали. А когда на войне-то мы были, откуда мы знали, что это? Дарь может быть, были бы в них эти... А мы всё равно не поняли, для чего это так. Ну, и так было. А в то вот как вернулись? Ну, в то как вернулись. Златоуст был за родителями? Нет, я оттуда, где. Ну, сначала-то, первое время я со Златоустом списывался, а потом, видно, уже... Там недолго бывают, ну, в 42-м, в 43-м, в начале, в конце 43-го. Ты, Вань, отец пишет, мать там письмо написал мне на войну. Ты, Вань, больше не пиши туда, на Урал. Ну, она предупредила там хозяйку. Если будет письма, перехлите на Тульский адрес. Ну, и вот, когда они мне прислали этот адрес другой, я стал на Тулу писать. И мне девчонка знакомая была перед войной. Познакомились, моя война началась. Она как раз работала в Симаке, медсестрой. Она тоже на войну попала. Поняла? И вот, последний раз эта война началась. Я её проводил до дома. На Литейной она была. Улица Литейная. А уже комендантский час был. Иду домой, мне попутали. Нельзя ходить после 11 часов. А ведь раньше-то пока с девчонкой раз ты уйдёшь. Вот. И меня попутали. И посадили в каталакку. И до утра сидела там, пока мы сидели. Потом куда-то в другое место перевели. Начали выпрахивать, выпрахивать. Ты откуда? Ты кто? Ты что? Потом сверились, отпустили. Вот так было. Потом она узнала мой адрес. Она знала, что я на Урал уехал. А потом её, видно, в армию взяли. Она как медсестра была. А потом она, то ли она знала, что мои родители... А она знала мой адрес-то, на Галкиной-то. Стала домой на Галкину писать. Письма я стал получать. А потом, что-то у нас не получилось с ней. Война кончилась. Она после войны дома. Дома меня встретили. Прохло там сколько? Несколько месяцев. Прихла ко мне в гости. Сама прихла. И у нас что-то встреча не состоялась с ней. Ну, поговорили туда-сюда и так разохлись. Хотя у нас друг бы хороший. Я говорю, люблю тебя. Мы на лодке катались. Ну, там, на этой... Ну, на этой... На УПИ. Ну, в воду ж, на станции где у нас была. А где она была? Ну, где и сейчас, наверное. Ну, где вот как в Челковской. Вот этот мост в Челковской. Лодки. Вот это. Водовсной станции. Катались мы на лодке с ней. Я и весло там сломал. Рыбка какая-то была. Я хотел убить это его весло. Он шлёпнул. А у меня сама часть отломилась. Так приходилось давать. Заплатить штраф за это. За весло. Да, за весло. И у нас катание-то не получилось. Это перед войной. Перед началом войны. Ну, так и не получилось, короче. Переживали? Нет, да ну... Чего там перегивать? Нет. Конечно, может быть и не надо было бы. А хрен её знает. Она участник войны, я участник войны. Она тоже, может, жива, может, и не жива. Тоже двойную пенсию наверняка. Да, получается. Ну, что было, то было. Семашка, то есть, тут работала, получается? Как? Тут работала, получается. Она? Если работала в Семашка, да. Она в Семашке. Это какая? Семашка? Это ведь не Семашка. Семашка-то была на берегу, там, в заречке. А это какая? В Аныкинская или какая она? Ну, вроде тоже сейчас Семашка. Как Семашка? По-моему, не Семашка. Я не знаю, как она была. А раньше была Семашка, по-моему. Ну, может быть, там много чего было. Надо будет смотреть. Чёрт её знает. Ну, не знаю, я вот точно не знаю. Это на Первомайской, да, вот эта больница. А так на Дреера, там, в заречке. Ну, знаешь, у сахарного завода, там, недалёко от сахарного. Вот она там работала. А, ну и на Галкино. Там, в принципе, недалёко. А я на Галкино жил. А она там, Литейный улица, недалёко от больницы была. Ульца Литейная. Ну, такая история. Школа-то была двойная? Кто? В школу ходили, да? В какую школу? Ну, двойные, когда учились-то. Нет, я уже в вечерней школе учился. Я 7 классов окончил, а потом в 8 класс я в вечернюю школу поступил. Потому что я уже и работал, и в вечерней школе. И вот я с этой девчонкой-то и познакомился, как я работал там в больнице-то. В общем, вот оттуда началось знакомство в школе в этой. Ну, а там дальше что? Там дальше война, и всё. Дальше там КБП. Ну, значит, из Венгрии вы там куда-то заехали, а потом вернулись в Тулу, да? Я не из Венгрии, а из Австрии война кончилась. В Австрии. И... Служил в этом, в городе Котовске. Сарай здоровенный. Я говорю, не оборудован ни хрена. Вот такой таз выносите, алюминиевый. Ну, да, да, да. Поставить на стол. Подчеркнёх эту ловку. Пока до ничего там ловка-то. Может быть, одна крупинка. Оближ ее, и опять туда лезет. Ну, так вот, да. И хлеб раздавая. Кому, кому, кому. Оттуда. Ни в одном месте. Ещё в Котовске был. А потом впал... А! Из Котовска я домой демобилизовался. Значит, такое распоряжение было правительство, что специалистов, производственников, отозвать для работы, для производства. Я написал письмо отцу, он в Туле жил. А я работал в КПП, и отец там мой работал в КПП. Такая же фамилия у него была, да? Такой, одинаковый, конечно. Я говорю, пришли мне там, возьми у начальства бумагку. Ну, какой я специалист, никакой, считай, не был. Просто на фрезерном станке работал, заготовки делал. Я говорю, ну, если сумеешь, отец, я говорю, возьми. А не сумеешь, будут служить. И смотрю, он присылает эту бумагку мне в Котовску, в городе. Я к начальству. Начальство прочитал, посмотрел. Ну, отпустите, решили. И я приезжаю домой, в Тулус. А раз приехал домой, пожил я, наверное, дня три или четыре. Надо в военкомат идти, встать на учет-то, то, что я освободился. Да. Ну, а когда пошел в военкомат ставиться на учет, они прочитали, думаю, нет, вот, ты, вот, не годишься для демобилизации из армии. Тебе, вот, придется досугивать. Здоровый? А? Потому что здоровый, говорили. Нет. По специальности не подходишь. Надо ввать хорошего специалиста, а ты, вот, какой специалист. То есть, пока не научитесь, не выпустят. Не в этом научитесь. Если бы я там фрезеровщик был, там, третьего, пятого, там, в разряд. А у меня разряд-то не был, мой первый был какой. А это уже не считается. Такие, вот, не нужны. Надо хорошие специалисты. А на что, вот, тебе учить, вот, надо, там, по-новой. В общем, вот так. Ну, как, научились? Нет. Продолжение-то, так, дальше я сбился с продолжения. Так, что дальше-то было? Не знаю, вспомнили или нет. Да. Наверное, не вспомнили. Девушки, мыслей много и не вспомнили, наверное. Это после войны 45-й уже был или потом уже 46-й, да? Нет, это перед войной еще было. А, да-да-да. Это, что было-то? Он мне бумагу прислал. А, продолжение, вот какое. Военкомат-то не принимает меня, понимаешь? Молодой человек, тебе, говорит, дослуживать придется. Ну, сколько мне я был? Мой 20-21 был, 21 с половиной. Придется дослуживать. Ну, я одеваюсь опять в эту военную форму и прихожу в военкомат. И мне, в общем, какую-то воинскую часть присоединили. Из этой воинской части нас в Москву отправили. А в Москве был арсенал какой-то, арсенал был. Ну, так вот, как я помню. Вот. Ну, арсенал, арсенал. Там нас пристроили. И ходили обедать в столовую. Почему это? Не военная, а в столовую. А гражданск. Стол на четверых. Четверо садимся. И нам обслуживали там. В Москве. Там у меня дядька жил. По матерной линии. В общем, в матерной сестре муж был. Пьяниц такой. Всю жизнь пьяный был. И от вина так и заорнулся потом. Я у него в гостях там побывал. Вот у него сын был, Виктор. На войне этого поиграл. Так и не... Вот ты, Вадик Борис, ты, Вадик, молодец. Ты, Вадик, приехал. А мой, Вадик, вот там прислали похоронную. В общем, я таким образом узнал. Ну, побыли мы там в этом арсенале совсем недолго. Да, там ДК, дом Красной Армии. На концерт на какой-то ходили. Или кино было, или концерт какой-то был в Москве. Вот. А потом нас оттуда выгнали, короче говоря. Их разгалывали. Не разгалывали, а отправили. А отправили вот как. В город Полтаву. Город Полтава. А часть называлась Армс. Армс 68. Армейские ремонтные мастерские. Армс 68, помню. Так вот, Армс 68. У нас было 4 машины. Значит, в одной машине станок токарный стоял. В другой машине станок фрезерный стоял. В третьей машине дизель-генератор стоял. А в четвёртой машине, ну, видно там по слесарному, где сборки туда-сюда были. И территории, громадные территории там. Огородлены вокруг проволокой. Может, гектар 20, может, 10, может, не знаю, сколько. А на этой территории, как когда война откончилась, свезли все пухки с фронта. И дальнобойные, и полевую артиллерию, и малокалиберную 45-миллиметровые пухки. И 220-миллиметровые, и 86-миллиметровые пухки. Все стояли там, под открытым небом. А наша работа была такая. Нам бригаду женщин давали. Человек 5 или 6 у каждого было. Разбирали эти пухки. Мы им показывали, вот это отвернуть гайку. Вот это надо смазать. Значит, давали смазку такую густую. Эти пухки, детали смазывали, где такие, ну, металлические оголённые части. Где окрасные монетровые, а где голые-то. Их смазывали, замазывали, там наклеивали. Бумавка какую-то, чтобы держалась, смазка подольше. Вот такая работа была. Понял? С этими, с женщинами. Потом, потом, да, армейскую, армскую сейчас почту, ликвидировали. Машины угнали. И нас переправили в этом же, на этой территории. Там другая часть была, солдат. Караульный взвод. Охраняли вот эту территорию. Там склады разные по городу какие были. Овощехранилища, чтобы не разворовывали ничего. Ну, ещё там кое-какие места. Охраняли мы с рульём ночью стоять. С той, кто идёт ночью. Свои. Как? Пароль, отзыв. Пропускали. Вот это вот было. Занимались мы этим делом. Моём. Ручка. А это что это тут вот блестить-то стало? Да, это моё сейчас возьмём. Я-то не вью, я плохо вью, я не вью. Это расчёт. Вью хоть чёрненько, я что это не знаю. Моя штука. Ага. Не устали? Нет. А сколько времени? Времени у нас 8 часов. Времени ещё мало. Да, взрослому спать пора. Взрослому спать ночью не пора. Но насчёт, что надо делать плохое. Сун-то не идёт. Не идёт? Нет. А днём? Идёт? Нет. И днём, ни днём, ни ночью. И не только-то здесь. И дома также. Там какие-то доктор сон какие-то были, таблетки, их рекламировать. Но я их не покупал ни разу. Ну, это... А говорят они, вот эти, выведенного яйца не стоят. Да, конечно. А может засыпаете, но не замечаете, нет? Нет, тут, знаешь, что я скажу. Вот дома ночью не спал ни хрена. Главное, ночью не спал, а вот сядь их. У меня радио как раз вот это. Я в том, что идёт заведёт. Сядь их рядом и начинает колевать носом. Вот весь сон. Пассивный отдых, понимаешь, пассивный. Неактивный самый. Вот когда иногда ляжешь, вот 5-10 минут, так здорово заснёшь. Самый настоящий сон. А я так вот сидих вот, просто, ну, неактивный, пассивный отдых. И он считает, пассивный отдых заменяет настоящий, какой нужен тебе. Конечно, что мы, если он приход там, в Велево-Даронной станции, вагоны разгружал там, или там работал день, землеройную машину какую-нибудь обслугивал, землю копал, канавы какие-нибудь рыл, уморился, приходил. Конечно, тогда ляг заснёшь. А что, днём-то ничего не делаешь. То в одно окно посмотришь, то в другое окно. То радио послушаешь. Да, то радио заведёшь. В туалет сходишь. Во, в туалет да закуришь там. То плюнуть, то кахнуть, то посадить, то туда, то сюда. Ну, вот, ну, весь вот вся физическая сила. Вот где она? Ну, в магазин иногда сходишь. И то я уже не вижу, в магазин придёшь, нихрена не... Ни названия не видишь, ни цену, вот такими буквами написано. А я же не вижу, нихрена. И вот просишь, слушай, мужик, ну-ка глянь, что я держу в руках. Он прочитает, а, годится, кладёшь в сумку. Возьмёшь, нет, это не нужно, обратно какой-то. Ну, вот так. Выходишь. После войны, значит, приехали в Тулу, и всё, быт начался. А? После войны приехали в Тулу, и всё, быт начался. Ну, как выключил? Быт пошёл. Дальше обычный быт. Ну, работа похвала, конечно. Ну, где? Две, куда? Война кончилась. Да. Война, когда кончилась, приехал домой. Куда на работу? Шосед? В артели устроил. Утильпром, такой артель, на Каминске была, артель, Утильпром. Поработал я там немножко агентом по снабжению. Ну, думаю, агент из меня не получился, хороший, это надо тоже знать, как там в основном евреи были, Хлевнер, Яков Соломонович, председатель артели. А как, кстати, к евреям на войне относились? А я их там и не видел, не видел я там их. А отношения как было? А бог не знает. Не знаете? Не интересовался. А антисемитизм не было? Не интересовался и понятия не имел, что это такое евреи. Были надсмены. Был у нас узбек и второй, забыл какой наций, таджик. Один узбек, другой таджик. А почему я с ними? Они по-русски, по-русски-то плохо разговаривают и не писать, не читать. Он по-своему там напишет письмо, до сих пор помню. Это узбекская СССР, город Тахкент, сельсовет Сават, колхоз как коммунизм, фамилия Наркузиев. Фамилия его была, фамилия. Вот я ему писал адрес по-русскому. Если по узбеку с ним нельзя, потому что в основном вся территория по России. А когда туда, на их территорию, они там почтят, они там знают всё. Вот я ему всегда писал, помогал. Ну узбек, узбек. Один баран, резель, три человека, кушель. Как он всегда, Раска. Наркузей, ты что поёшь песню-то? Да я, вон, пою. Всё время пою, типа. Вон, видишь, на крыше воробей стоит, на крыше. Не стоит воробей, а сидит, как по-нашему. Вот я, вон, про него пою. Я говорю, а что ты про него поёшь-то? Да, что придумаю, то и пою. Ну вот, ну так вот. И смех берёт, и интерес тоже. Ну так вот, жили. И они, между прочим, вот, один таджик, а другой узбек. И друг друга так не понимали. И жил, потом был один, куда-нибудь, да, один был, Сулейман, фамилия, по-моему, из Мордовии. Во время бомбёвки, вот когда эта трёхтонная бомба-то упала, у нас окоп был, ну, кана, это, Транхвей, там землянка, а вот тут вот Транхвей была. Ну, она узкая вот такая, ну, нехырь человеческого корпуса. И вот он, Сулейманов-то этот, упал туда, а когда бомба-то эта рванула, там трёхтонная, и землю такую сдвинула, понимаешь, рассыпся они. И его сдавил так, у него клещицу переломали, переломал землю её. Мы его вытащили оттуда, ну и куда? В Санбат лечиться на поправку. Татарин был потом, мужик малый, хороший тоже, деловой, без него никогда не любил сидеть. Обязательно что-нибудь придумайте за вином. В особенности, когда вот в Венгрии был, забыл, как его звали, слушайте, у нас вина нету, а у нас канистр 20-литровый, всегда с вином была, виноградным. Бывало вот время свободное, летом зарко, тепло, выйдем мы на лугай кто-то, ну, разольём по кружкам, кружка такая серая была, облетая, и вот мы из ней пили. Солдат идёт, солдат мимо, иди выпей с нами, ну, там какой-то парохожий, из какой части, заходите, садитесь, я говорю, вина-то, видите, сколько у нас, целый канистр. Ну, вот он, выпейте, ну, спроси, какой, откуда ни земляк, случайно, вот-вот так вот договаривали, нет, я говорю, оттуда-то, оттуда-то. Дисциплина чёткая была. А? Да ну какая, никакой дисциплины не было. Не было. А какая, в смысле, в смысле? Ну, вы же на пушке были. Ну, вы же на пушке были. Ну, пушку обслуживали, да. Да, и что, особой дисциплины строгой не было? А какая, может быть, одеться? Не знаю. А чем ты мог нарушить-то? Ну, может, с вином тем же самым. Не, наоборот, когда война кончилась, старшина там, привёз бочку и прям, это, поставил. Ребята, давайте вот отмечать окончание. Относились к вам нормально, как взрослым, или как ещё к подросткам? Ну, как, ну, обыкновенно относились, да. Ко всем одинаково. Ну, начальству, конечно, начальству рубить не надо, походу нахуй, там, или ещё что-то такое. А командир... Командир орудия, это Концовцевый был у нас, это, Серган Концовцев, это, с Гуйбихова. А командир батарей, командир батарей капитан был у нас, по-моему, не Цветков ли капитан. Вот. А заместитель его был, Григорьев, лейтенант, или старший, или просто лейтенант, или лейтенант Старх, не знаю, по-моему, просто лейтенант. Он туляк был. Я с ним там что-нибудь повзорился. В общем, поцапались с ним. Арестовываю тебя на трое суток строгого, это... старгача. Ну, а куда сидеть-то? Надо где-то, в каком помещении? А там где-то какой-то оков был, не особо глубокий. Он солдат представил, вот, вы видите, меня арестовали. Вот я под арестом, три дня он будет сидеть там, ну там наказание какое-то. Ну я залез вот так, вот и сижу там. Только не успели это пройти полдня, кричать. Отбой поход на другое место. А у нас там это, откуда-то жеребенок был, понимаешь? Он только родил жеребенок, но назад такой маленький, жеребенок. Или кто он, или самец, или самка, не знаю. Мы все играли там с ним, понимаете? Играли, 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 бегали за ним, щекотали его, в общем. Ну, короче говоря, да. А потом отбой поход, ехать надо. Ну мы сели на машину, и жеребенок за нами. А ехали далеко, может, километров 20 или, может, больше, даже не знаю сколько. И он бежал за нами, понимаешь? Это жеребенок. Но машина быстрее всего, да еще, машина, сравнись с жеребенком. Уже он из вида пропал. Но бежить. А уже из вида пропал, не знаю, мы его потеряли. И едем, и забыли про него, про этого жеребенка. И все же, в конце концов, мы приехали на свое место. Но в другой день прибегает этот геребенок опять. Как он нашел нас, не знаю даже. Понимаешь? Мы опять с ним играли, играли. А потом местным жителям отверли его и покормить ее ребенка. Не его пускать, берите его себе. Этого же ребенка. Он, наверное, ничей. Вот так вот отдали мы этого же ребенка. Да. Ну, случаи там разные, всякие были. Отец у вас конструктором был или... Нет, да ну, слесарь, сборщик. Слесарь на сборке оружия. Там разные оружия. Я сейчас и не помню, какие там оружия. Ну, там только конструкторов много было. Вот это ППХ, я говорю, у нас там ППХ, пистолет-пулемет Хпагина. У нас-то его не делали в КБП. А вот не ППД или делали пистолет-пулемет Дегтярева. ППД назывался. Или еще-то какой-то шпитальный. Забыл, как то конструктора, то там шпитальный, еще какой-то конструктор были. То какое-то оружие было, их не... Ну, их не наименование. Ну, как сейчас, вон, Грязев этот, Шипунов, оружие-то есть такое выпускают. Или он Калашников, например, автомат Калашников. Он же во всем мире от Калашников. А тогда этот... Первое время ведь на войне-то у нас и... Этого ППХ-то не было. Не было. Винтовка трехлинейка и все. Ну, я и с трехлинейкой воевал. Город Словянск, помню. Химический завод на Украине. В обороне были. А завод полуразруханный такой был. Ну, вот нас обстрелили, мы их обстреливали. А помещение вроде... Как там по описанию? Ну, баня вроде была. Значит, рабочий после работы. А там я не знаю, что выпускал. Не Хворпикрин, наверное, потому что все желтые стали. А Хворпикрин, ну, этот... Вот от этого... Не Хворпикрин, но что-то такое вроде. Когда я заболел малярией там на юго... Сначала Хину давали, а потом Акрехин. Он тоже желтый такой же. И вот Акрехину все шинели, все сами желтые стали. Ну, воздух и пыль, видно, она там все время была. А мы там обстреливались. У меня была винтовка-то с ЭВТ, самозарядная винтовка Токарева. Там 10... В Мощинскую ходило 5 патрона перезаряжать, стрелять, перезаряжать. А там 10. Ну, я все время стрелял, стрелял так. Беспокоящий огонь по деревне производил. А потом, значит, только зарядил, значит, 10 потом зарядил на нагал. И она вдруг мне автоматически стала работать. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пулемет. А нах, командир взвода там, или кто он был, подходил. Ах, вы, твать, у нас, твать, кто это из пулемета стрелял? Я говорю, да это моя винтовка ее задурила. Я говорю, она же, ну, давай, самозарядная винтовка Токарева. Она мог одиночными стрелять. И этими, и очередями. Вот, нах, я тебе патронов целый ящик принес. И, ваше, будешь периодически обстреливать. Это у вас одна такая была? Винтовка-то? Да. Наверное, больше не было ни у кого. А как она мне попала? Я даже не знал, что она, а это, может стрелять очередями-то. И вот он мне дал, я вот, закладываю, стрелял очередями. Вроде так, что у нас пулеметы есть. А так вот, в основном, винтовки все были. Винтовки дают автомат. А шлем был? Натеряли? Не, мы никто, мы его никто не носил. Ну, вот, шлем, металлит, кнава, никто их не носил. Не было. Не носили. Лишняя обоза. Никто не носил. Это, ваше, мертвым припарком отшили шлем. Там или снайперы, или и так моют тебе, и с этой, и с этой. Ну, что он, макушку только она защищает. Толк-то от него никакого. Никто их не носил. Ну, конечно, в первое время, когда нас снарягали на передовой, тебя обвешивали патронами кругом, и весь мешок висит там, и противогаз ещё, и ещё и хлем на голову, там ещё. И там сумки, это как это называется, неприкосновенный запас. Там, ну, еда, там что-то, сухари обычные. Ну, вот так. И всё это килограмм 30, наверное, 25 или 30 килограмм лишнего, лишней нагрузки несёт. И поэтому, поэтому от противогаза вообще выбрасывали. Хлем тоже никто не брал никогда. И патроны брали норму определённую. Без патронов нельзя никак. Патроны старались всегда брать хорошо. Ну, хорошо, спасибо, интересно. Так, времени у нас 16 минут. Так долго от последней паузы? 24 минуты спали мы или нет. И он вообще этот, который с ружьём-то и нас, ножами нас толкает. Ребят, вставать, пора. Одного разбудить, пока второму подойдёт, ты опять заснул. Вот как спали. Вот это был действительно сон. И вот я вспоминаю его. А потом, знаешь, мы пошли в атаку. А там, в общем, ночью немцы вывезли своих, понимаешь, отступили куда-то там, спрятались. Мы окопы заняли, они там побросали всё свои, трофеи, сумки свои, ну, что было у них. Это всё мы, там, кто взял себе в карман, там, такие это были у них, знаешь, это хреновенькие такие, белые, трехугольчатые такие. Думали, что это сахар беленький, а это сухой спирт был. Вот такая, значит, хреновенькая, она раскладывалась, вот, и туда ставилась котелок, извигая их эту, вот эту, треугольничку-то. Это сухой там, как, ну, сухой топлив. И ставить котелок подогреть там. И там голубое пламя от него, да? Ну, она синий, как вот, знаешь, спирт горит, горит тоже так же. Ну, ладно, заняли мы, ну, ребят, отдыхайте. А уже дело было, значит, дело, ну, к вечеру. И мы, это, зима была, зима, холодно было. Я, значит, воротник поднял вот этот, шапку тоже развязал, подвязал под ушами, ушанки такие были. И лёг спать. И заснул, понимаешь, и заснул здорово. А ребята, а была ещё метель, понимаешь, была, сильная метель была. А там была лесопосадка, и тут рядом, когда на дорогу проходила. Ладно, просыпаюсь ночью, сколько от дела было, час ночи, два или три, никто не знает. И у меня ни часов, ничего не было. Думаю, куда же ребята-то делись? И никого нету, понимаешь? Ну, никого нету. Думаю, значит, вы хоть дело, мне уже снегом замело всего. Я заснул, так заснул здорово, что даже не слыхал, когда они поднялись. А что же вас, забыли, что ли? Ну, не видели. Снегом замело. Я в снегу. Ну, посчитали, может, кофе какая-то, муравьиная осталась, бугорок мой. Не сошли нужным, подойти и разбудить. Видно, не посчитали там, нахер. Ну, не знаю, как он получил. Короче, встаете там два-три ночи. Куда идти, хрен не знаю. Один. Один во всём, во всём округе на несколько километров. Думается, вроде туда шли. Встал и пошёл. Понимаешь? И я присоединился к какой-то части. Я уже в свою часть не попал туда. Вот тут вот мог человек пропасть без вести, и мог я и заболеть, и застрелить могли. И немцы могли, и кто угодно. Вот так вот человек пропадает без вести. И попал я в какую-то другую часть, присадился к нему. Я уже не стал говорить, ребят, принимайте меня. Вроде как, что они там друг друга все знают, что ли. А там, значит, скоту, скотину гнали. Ну, фронтовой резерв, как говорится, скотина. Вслед за наступлением фронта. Там и коровы были в основном. Ну, в основном крупный рогатый скот был. Вот. И ветер такой сильный, пронзительный. И коров ель догнали. Коровы не идут, разбегаются по всем сторонам. Мы ведь коров собираем в кучу по дороге. Ну, не идут никак, вот и все. Ну, и сколько мы, мучились, мучились с ними. Никак не идут. На часа два. Потом вдруг ни с того, 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 вдруг коровы пошли. Там дорога, ни дорога, там, хрен ночи, не поймешь ничего. И пошли коровы ходом. Думаю, что такое случилось? Почему коровы вдруг это такое учуяли? И кивонтер через полтора или два, и в самом деле. Ну, это, корове этот, сарай такой, как они, хлев или как они там по-деревенскому называются. Вот учуяли, понимаешь, эти коровы. За полтора моют, за два километра. Не успели мы дверь эту открыть, они и тогда коровы замерзли, и ветер поразительный такой. Как открыли дверь, они друг друга шибали, бегали вот, ну, в хлеб там, или как его называть. Вот такой случай был, понимаешь. А это для фронта, понимаешь, это. Ну, там, гонят, потом, значит, коровы какой-то для... Значит, за коровами никто не следил? Нет, следили, а как не следили? За ним тоже их приходили, за ним потом приходили, значит, коровы-то надо там, ну, для какой-то части, там, обед там варить, суп варить, коровы надо зарезать, мясо там. Ну, там уже, там, у них своя, понимаешь, была. Я-то попал в чужую часть, я в них свою попал-то. Вот я и не знал. Потом-то уже там, дальше я и сам не знаю, что там случилось, не знаю дальше. Вернулись в свою-то? Нет, так и не вернулся я в свою часть. А что? А раз найдёшь её там, там бесполезно, не найдёшь. Солдат кругом полно, много. А что толку спрашивать? Спрашиваю, они сами ни хрена не знают. Да, так и не нашёл свою часть. Было такое, было. Ну, это недолго, конечно, сколько там, может, месяц, полтора, два. А потом присоединили, потом в запасной полк попал, а в запасном полку там уже, значит, ну и сколько мы там, неделю-полторы провели. Выстраивают нас в ряд. Приходит покупатель, кого в пехоту, кого в артиллерию, кого куда, кого в авиацию. Не знаю, в авиацию это можете, там не брали. И вот нас выстрелили, подходит этот офицер какой-то, смотрю, он у него, у него это, две такие пухки на погонах. Думаю, наверное, он артиллерист, артиллерия. Уже на пехоту не похожа. Подходит, спрашивает, сколько лет, ну, где, да, сколько образования, где учился, откуда призывался, я ему всё рассказал. Два хода в сторону, значит, годился я ему. И вот он нас набрал, ну, сколько там, сколько ему нужно, не помню, сколько там было людей-то. И вот таким образом я попал в эту зенитную, из пехоты я в зенитную попал. А там до этого ещё случай был, да ну, всё, всё не рассказывал. Каждый день случай? А, да, одного дня не проходило. Одного дня не проходило, чтобы нормально было. Что за границей были, что в этой, в Венгрии были, в окружении попали. Да, и политрук приходил, успокаивал нас. Ребята, мы, Вадь, в окружении попали. Да, может быть, знаешь, в случае чего, говорить, будем бросать технику. Ага. Да, это, а я уже на это, на пушке был, зенитчиком был. Будем бросать технику, будем, Вадь, выходить в живой, чтобы живую силу сохранить. Вот такой разговор был у нас. Ну, политрук сам нас предупредал об этом. Ну, это в Венгрии дело было. Значит, 4-й фронт оставил Крым освобождать. А нас, в 3-й, вот, пустили на Болгарию, Румынию и там в другие страны. Вот такие события. Ну, а ты сейчас посмотрел. Да, вот первое время, когда я, война кончилась, домой приехал, я бы мог, так говорится, расписать весь свой маркрут. Да, многие деревня, посёлки, города. Да, мог бы вспомнить. Я бы вначале был писать свои похоронения. Нет, ну, смотрите, если вы шли 3-м Украинским фронтом, то его же маршрут известен. Он же остаётся в документах. Ну, начальство, конечно, было известно. А нам, если услыхал, то запомни, а не услыхал. Ну, вот, например, судя там, где вот про вас информация была, вы сначала из Златоуста должны были попасть в Павлоград. Я не знаю, я из Златоуста сразу попал в этот, город Балахов, в Саратовскую область. Ну, может быть, здесь не точно, но, может быть, потом представить. Да, Балаховск. Патрон Днепропетровск. Да, где-то там, то ли южнее, то ли севернее, Запорожье, Днепропетровск там. Великая Костромка вот часть была у вас, потом дальше маршрут идёт в... Отбухая, мать она и бывахая. Потом вот через Днепр пересекали, Балтазаровка, не помните? Нет, не помню. Ну, наверное, село, наверное, не называли. Разве, помню-ка. И то вот последнее, вот я рассказывал, я рассказывал тебе, я оборон дергал. А, Славянск, город Славянск. Вот эта часть была, я в части ещё был находился, в какой-то там... Какая там часть, откуда я знаю, помню бы я её, что ли. Воюем мы всё, воюем мы всё. Славянск на Украине, да, был? Да, Славянск на Украине, химический завод там на Украине. Он и до сих пор там, наверное, существует. Там, я помню, мыло было, понимаешь, мыло. Сейчас посмотрю. Мы обыкновенное хозяйственное мыло. Мы эти куски мыла брали там на заводе и в деревню, ну, втихаря, конечно, бегали. Поменять мыло там, ну, кто там пожрать чего. Кто лепёшка, кто хлеба кусок дать. А они, вать, мыло, у нас, вать, мыло, вать, полно сколько. Потому что рядом завод-то и мыловаренный там. Ну, химистка вон там и мыло варили, ещё что-то делали. Так что, вать, пожрать мы, вать, вам дадим. А мыло-то, вать, не обязательно мыло, вать, мыло мы так обеспечим. Вот в этом Славянске самое, город Славянск. Ну, а потом там и город Изюм, Барвенково, Изюм-Барвенково. Это города вот такие крупные, вот мимо там или вблизи их проходили. Город Изюм, город Барвенково. Ещё какие-то, ну, какие его вспомнили, а вообще-то не запомнили. А где-то южнее Запорожье или наоборот, там где-то, то ли южнее, то ли севернее. Начальство-то знало, конечно, о ней, маркрут их, что я в пехоте был, что в зенитной когда был. Переправа, вот эти переправы, переправы, левый берег, левый, правый. Ну, тут как на карте закончили в этом, в Австрии вы, получается, маршруты. Там где-то, недалеко, уже в Италию собирались, она капитулировала. Я в Италию не приходил. Уже обмундирование новое получили, оружие обновили, боеприпасы. Ну, где-то там, и Швейцария там близко была, и Италия там, ну, всё рядом. Ну, конечно, посмотреть мы, за границей, как говорится, посмотрели, больше не видишь. Альпы, горы в Альпах, понимаешь? Там такая высота, жуть. И внизу гора, типа, а когда перевалы, вот эти, переезжаешь, там мороз. Ну, конечно. На этих, на перевалах. И в одном месте мы ехали-ехали, остановились. Какой же громадный, амбар или шарай там. Ну, амбар, скорее, здорово сделан, так хорошо. И там тюки легали, это, табак. Вот, ну, курительный табак. Тюки здоровенные, наверное, килограмм по 200. Вот эти тюки, значит, проволокой плетёные. Видно, куда-то переправляют. На табачной фабрике. Ну, мы эти обрывали, эти проволоки расстеляли там на пол. Спали на нём, на этом табаку. А если закурить захотел, повернулся, завернул кротку. И закурил. Тут же и курить, и тут же спать на нём. Вот было такое. Так, а в Беларусь попадали? Нет, в Белоруссии я не был. Это в Белоруссию я ездил, когда уже в Полтаве дослуживал. И то этот не в Белоруссии, мы жили на Украине, а заготавливали древесину для своей воинской части. В Белоруссию ходили через дорогу. А там мостовая была такая, но не то, что асфальт, а как вот раньше, булыжные мостовые, там асфальт не было. На той стороне это Белоруссия была, а на этой Украина. И вот мы там лес заготавливали, ну, там черники много собирали деревенские, угощали нас черникой, с молоком мы ели чернику. Берёзовый сок там, ну, и деревенский мы там пили, ну, и берёз, берёзный, это, набирали, банки набирали, сок берёзовый. Вот, и чернику с этим, с молоком ели. Это когда уже, это уже война окончилась, заготавливали для Полтавы, для воинской части, ну, в общем, дрова заготавливали для отопления казармы, для отопления этого, ну, обед, кухонь, для кухни, варить, суп варить. Это такое дело было. А у вас брат ещё был? Брат Владимир, да, он в Белоруссии. Там где-то в районе Брестской крепости, может, в самой Брестской крепости, где-то там Зелевический район, вот, как я помню, вот одно зазвание, Зелевический район, может, там ещё что-то какие-то близкие. Писали письма-то ему, вернее, так, в общем, когда он погиб, никто не знает, писали, 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 отец ещё был. Ни ответа, ни привета, ни ответа, ни привета. Похоронного не было письма, понимаешь, не было. Так и непонятно было, каким образом он погиб, никто не знает. А он старший? Ну, там, 21-го года, по-моему, я 23-го, а он 21-го, по-моему. 21-го, я вот даже запыл, не помню, а мой 22-го. Ну, скорее всего, 21-го, наверное. Не помню, не помню. Уже и забыл даже. А он работал на оружейном заводе, работал этим, по ремонту станков. Вот, его взяли в армию. Ну, он в армию тяжело уходил. Я, говорит, наверное, не вернулся. И как чувствовал всё равно, понимаешь, и не вернулся. А я вот с этого вот августа, когда уходил, я ничего не чувствовал. Вроде как обязана, и всё. Без общательного разговора. Ну, и вот так вот получилось. Спать будем ложиться? А? Спать будем ложиться. А сколько времени? Сколько времени? Без 10-10. Да можно, конечно. Я не знаю, с мочой, когда им сейчас намочиться-то или утром. Нет, утром, утром, конечно же. Ну, да, надо не забыть то, самое главное. А то пойдёт и мочи не хватит на их не стаканчик. Попросите у кого-нибудь. Вот, наверное, скорее всего. Вот. Хорошо.